Добрый день коллеги! Меня зовут Антон, я представляю компанию Avion. И сегодня очередной выпуск распаковки различных устройств. Сегодня на повестке у нас новый коммуникационный модуль АДАМ 6750. Данный модуль это нечто среднее между ПЛК и модулем удаленного ввода-вывода. Контроллер оснащен 1 гигагерцовым процессором Cortex-A8 32 бита. На борту напаяна 512 мегабайт оперативной памяти, а также 512 мегабайт NAND флеш памяти. Управляется данный контроллер реалтаймовой операционной системой Linux RT версия 3.12. Запрограммировать его можно через Node-RED, либо с помощью языка программирования C. Итак, начнем. Сперва поговорим об упаковке. Картонная упаковка модуля в длину 15 см, ширину 6 см и в глубину 10 см примерно. Внутри данный модуль находится в упаковке. Упакован достаточно герметично. Сам модуль выполнен в классическом пластиковом корпусе, как и все модули АДАМ нежно-голубого цвета. На передней панели модуля имеется логотип компании, различные светодиодные индикаторы, указание дискретных входов-выходов, а также место под написание IP-адреса. Питание модуля осуществляется от постоянного тока 24 вольта. Температура хранения данного модуля от минус 40 градусов до плюс 85, а рабочая температура от минус 40 градусов до плюс 70. Модуль имеет свойство крепления на один рейку. В комплекте уже идет крепление. Также при заказе отдельного адаптера его можно крепить на стену. На борту имеются две клеммные колодки для ввода и вывода дискретных сигналов, 12 каналов ввода и 12 каналов вывода дискретного сигнала. Также сверху есть два Ethernet порта с независимыми MAC-адресами и полноценный USB-порт тип А. Запрограммировать данный контроллер можно как для того, чтобы он исполнял функции автоматизации, так и для того, чтобы он выполнял функцию шлюза протоколов. Комплект поставки это само устройство, бумага с указанием цветных металлов при его производстве, а также стартовый мануал, в котором указана распиновка и указание, где какие сигналы на клеммных колодках. Вся техническая информация по подключению данного устройства, по его характеристикам, можно найти как на нашем сайте, на странице данного устройства, так и на сайте производителя. Ссылка на все это будет в описании. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и увидимся в следующих выпусках. Пока!